Вышиванка – главная героиня неофициального праздника, учрежденного в 2007 году. День национальной рубашки отмечается ежегодно в 3-й четверг мая. Издавна украинцы верили, что вышитые узоры несут защиту от бед и нечистой силы. Помимо красно-черного орнамента, слабожанскую одежду исконно украшали такие техники, как лишство и вырезание, рассказывают мастерицы. Здесь используются орнаменты дерева життя, вот, нелама-ногилка называется. Агелама-ногилка, которая идет по диагонали. Вот такие вот орнаменты идут по диагонали. То лама-ногилка. Вот эти вот как раз рисунки особенно любимы на Полтавщине, слабожанщине. На площадке перед оперным театром – арт-парад. Из-за прохладной погоды многие надели вышиванки под верхнюю одежду, кто-то ограничился веночком. Помимо выставки украинского костюма, этнические наряды демонстрируют модели. Харьковчанки говорят, национальные мотивы продолжают оставаться в тренде. Несколько сезонов кряду в своей коллекции вышитые платья и блузы включают многие всемирно известные дизайнеры. Популярна национальная одежда и у мужчин. Некоторые сберегли аутентичные экземпляры. Эта вышиванка сделана еще моей правобусой. Мой дедусть, когда был паром, мне входил. Поэтому я имею очень большое значение и пишу всем, что я самая украинец, и это мой национальный одежда. Вышивка и вышиванка – это символ нашей страны. Это наша история, наша любовь. Сдавно вважалось, что вышиванка – это оберег. Тому, кто какую вышиванку на себе одягает, такая будет доля, такая судьба. Можливо, в современном свете эти подходы где-то изменились, но то, что на сегодня вышиванка – это круто, это модно. И много молодых уже хотят вышиванку – это доброе. Для полноты образа к вышиванке девушкам полагается соответствующая прическа, веночек и украшения. Это украинская прическа. Сдавна была такая традиция, что девушки плели косы. Чем длиннее коса, тем девушка считалась мудрее, добрее хозяйкой. Я надену все лучшее сразу. На свято, когда девушка шла до церкви или на улицу гулять, она вдягала что-то больше, чтобы показать, что она не бедна, наречена. Также она завлекала до себя хлопцев именно тем, что она имеет много разки на миста доброго, хорошего, имеет дукач сребный, то она уже такая замужная наречена. В программе арт-парада выступления народных коллективов, мастер-классы по созданию кукол-мотанок, браслетов и фотосессии. Свою культуру на празднике также демонстрировали представители нацменьшинств, проживающих на Харьковщине. Коллективы исполнили вокальные и танцевальные номера. Елена Нагорная и Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».